Апелляции на ЕГЭ в Дагестане проходят дистанционно. Компания ЕГЭ-2020 вышла на финишную прямую. В эти дни выпускники сдают последний экзамен, устную часть иностранного языка. А завершится госаттестация 25 июля, в последний резервный день по всем учебным предметам. Подробности в сюжете. Выпускники уже узнали результаты первых экзаменов. В случае несогласия с выставленными баллами они могут поддать и на апелляцию. Эпидемиологическая обстановка в республике внесла свои коррективы в эту процедуру. По рекомендациям Роспотребнадзора и Соображений безопасности, конфликтная комиссия осуществляет свою деятельность в дистанционном режиме. В качестве платформы для видеосвязи мы решили воспользоваться отечественной платформой МАИНД, где можно запланировать апелляцию, составить график проведения апелляции. Сама система позволяет нам осуществлять видеозапись этих проводимых апелляций. И соответственно на каждую апелляцию создаются электронные билеты и направляются в муниципалитет, который в свою очередь доводит эти билеты до самих апеллянтов. Билет это электронная ссылка, по которой апеллянт подключается и осуществляется видеосвязь. Выпускники вправе подать апелляцию в течение двух дней после официальной даты публикации результата в ЕГЭ. Для дистанционного подключения к заседанию конфликтной комиссии участники приглашаются на площадки, созданные в муниципалитетах в соответствии с графиком рассмотрения апелляции. Хотелось бы отметить, что каждая апелляция это не переэкзаменовка. Апелляция участник подает на объективность оценивания. И подавая апелляцию, каждый участник должен быть готов к тому, что работа будет пересмотрена полностью, в полном объеме, а не какие-то ее отдельные задания. Поэтому результат может измениться как в сторону повышения, так и в сторону понижения результатов. Разъяснения по оценке экзаменационной работы с учетом подключения проверки связи занимают не более 20 минут на одного апеллянта. С графиком работы конфликтной комиссии, а также с адресами апелляционных площадок можно ознакомиться на сайте Республиканского центра обработки информации в разделе «Конфликтная комиссия». По теме от Ханапова, Мурат Микбарзов, Новости ННТ, Махачкала.